Вести Карачаева, Черкесия В республике период активности клещей зарегистрировано около 50 случаев укуса. И в региональной столице пройдет весенняя серия игр Лиги Эрудитов. Далее об этих и других темах подробнее. День Победы 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 республики, а также на повышение эффективности и надёжности работы коммунальной инфраструктуры путём её модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населённых пунктах республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в посёлке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Карачаева-Черкесия примет участие в 23-й масштабной российской выставке племенных овец и коз в Дагестане, которая пройдёт с 16 мая по 19 мая в Каспийске на площадке стадион Анжи-Арена. В мероприятии примут участие животноводы из 23 регионов России. Планируется более 500 руководителей и специалистов овцеводческих и козаводческих сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств, органов управления ПК, представителей бизнес-сообщества и многие другие. В рамках выставки пройдут научно-практические конференции и круглые столы, на которых будут обсуждены вопросы повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренние и внешние рынки, а также производства и реализации шерсти. Карачаева-Черкесия представит продукцию трёх племенных хозяйств – Магнат, Икар и Завод Махар. Экспозицию нашей республики, как обычно, дополнит национальное подворье, где будут представлены традиционная домашняя утварь народов Карачаева-Черкесии, предметы быта, национальные костюмы и блюда национальной кухни. 350 саженцев Бука высадили в селе Даусус в рамках финальной акции «Сад памяти», которая прошла в преддверии 9 мая. В преддверии Дня Победы «Сад памяти» приблизился к знаковому рубежу. 100-миллионное дерево высажено в рамках акции по итогам благотворной четырёхлетней работы огромного количества волонтёров, сотрудников профильных ведомств и просто неравнодушных жителей нашей большой страны. В Карачаево-Черкесии за четыре года участия высажено 50 тысяч саженцев. А в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Осьчугута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьёзных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старые основания последовательно на отрезках не более трёх километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаева-Черкеска «Автодор» Моя Отхутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. В рамках соглашения о сотрудничестве между Карачаевой-Черкесией и Санкт-Петербургом группа из 32 школьников из аула Беслини в сопровождении взрослых побывала в Санкт-Петербурге. В рамках празднования Дня Великой Победы правительство северной столицы страны организовало культурно-образовательную поездку для детей потомков семей, которые приютили в ауле Беслини в годы Великой Отечественной войны ленинградских детей. Глава республики Рашид Темрезов выразил слова благодарности своему коллеге-губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за организацию поездки и сотрудничество между регионами в культурной и образовательной сферах, а главное – за сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, когда люди из разных уголков большой страны стали одной семьей, берегли и защищали друг друга. 11 мая в Черкесии пройдет весенняя серия игр Лиги Эрудитов, в которой сразятся команды интеллектуалов. 12 регулярных команд из высших и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаева Черкесии будут участвовать в чемпионате и получать очки за победу в играх и бонусы за выполнение дополнительных условий. По суммарному итогу в конце года будет определена самая эрудированная и организованная команда. Цель мероприятия – развитие в студенческой среде тренда на интеллектуальный досуг. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан, включая обучение в другой местности». В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты Центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения Центра занятости Черкесска Наталья Пожидаева. «Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации, профобучения, знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. В 2023 году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карачаева-Черкесии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно. И было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, личных подсобных хозяйств. С этого года по поручению Реши-Пориспевича мы продлили региональную программу. И как минимум до 2022 года данная программа будет работать. В этом году планируется охватить 3 района, поддержать 3 сельского хозяйства кооператива. Соответственно, это получится где-то 90 личных подсобных хозяйств. Складывающиеся климатические условия республики способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день зарегистрировано 47 случаев укусок лещей. В частном домовладении в Карачаево-Черкесии выявлен подпольный зоопарк, где незаконно содержали 30 леопардов, львов, тигров и пум. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило незаконное содержание опасных хищников в культурно-зрелищных целях на территории станицы Кардоникской. Животные содержались в частном домовладении, вход на территорию был закрыт. При осмотре задней части территории выявлено наличие клеток для содержания животных. Анализ данных системы Меркурий показал, что недавно на площадку предпринимателя поступило 9 хищников, 2 черные пантеры, 3 африканских льва, 2 тигра, персидский леопард и волк. Всего на учете в Управлении ветеринарии Республики у индивидуального предпринимателя Декушева состоят 30 хищных кошек. Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Управлением Россельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. В адрес прокуратуры направлена информация для принятия мер. Торговля препаратами для похудения, которые содержат в своем составе Сибутрамин, обернулась для 60-летней жительницы Ногайского района возбуждением нескольких уголовных дел. Ведь оборот этого сильнодействующего вещества в России ограничен. Бизнес-леди занималась контрабандой указанного вещества из Казахстана. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками Минераловодской таможни на одной из сортировочных станций Черкеска обнаружили две посылки с указанным препаратом. Одна поступила из-за рубежа на имя подозреваемой, а вторую намеревалась отправить сама женщина. Из почтовых отправлений было изъято 36 металлических коробок, в которых, согласно экспертизе, находился Сибутрамин. Общей массой 400 грамм. Злоумышленница была задержана в момент, когда она с очередной заграничной бандеролью вернулась с почты домой. В ходе обыска ее дома обнаружено большое количество упаковок от аналогичных препаратов. Суд апелляционной инстанции подтвердил законность требований прокурора в связи с необоснованной передачей в аренду земельного участка и установкой платного паркомата, рассказывает старший помощник прокурора Карачаевой Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Основанием для обращения в суд послужили следующие обстоятельства. Городской мэрией был передан в аренду акционерному обществу «Распределительная сетевая компания» земельный участок площадью 355 квадратных метров для размещения и эксплуатации трансформаторной подстанции на территории торгового центра «Панорама». В свою очередь, юридическое лицо заключило договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью «Капитал», который использовал данный участок не по назначению, установил на нем шлагбаум паркомат в целях извлечения личной выгоды. Таким образом, подъезд транспортных средств торговому центру осуществлялся только на платной основе. В связи с противоречием закону данных сделок прокуратура Республики обратилась в суд. Суд согласился с доводами прокурора и признал все сделки со спорными земельными участками недействительными. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.